Привет, друзья, с вами Павлик, и давненько я вам не записывал никакие ролики, не делился никакими новостями и событиями. Тем временем ко мне начало обращаться огромное количество граждан, которые подверглись беспределу со стороны полиции и других организаций, которые, собственно, направлены на угнетение населения Российской Федерации. В процессе общения с этими гражданами, которые подверглись, собственно, угнетению, нарушению их прав со стороны представителей государственной власти России, я неожиданно понял, что, хотя я и раньше вел какую-то просветительскую работу, как я считаю, и рассказывал всем об их правах, обязанностях, законах России, но я понимаю, что нужно делать какой-то отдельный гайд по законам, с которыми может столкнуться обычный человек в обычной жизни. Потому что все еще огромное количество граждан нашей страны и даже моих подписчиков не знают, как себя вести с полицией, с контролерами, со всякими другими службами, организациями, судами и так далее. И в связи с этим допускают множество ошибок, которые исправить уже в дальнейшем достаточно сложно и проблематично. Намного проще, когда человек изначально действует грамотно, знает свои права и обязанности и предотвращает эти ошибки. И когда в дальнейшем он обращается к юристу или ко мне за советом, помочь ему будет намного проще. К тому же это развивает у людей осознание своего высокого места в обществе, как граждан Российской Федерации, а также способствует развитию самоуважения и уважения к своим правам, чего, я думаю, россиянам очень не хватает. Итак, пишите свои комментарии, какой бы вопрос вы хотели бы, чтобы я вам рассказал, и какой бы вопрос мы рассмотрели в серии этих образовательных роликов. У меня уже есть много идей на темы этих образовательных роликов, но я хотел бы, чтобы вы мне тоже написали в комментариях, на какие темы вы бы хотели, чтобы я сделал отдельное видео. Также я уже поднимал эти темы в ТикТоке, поэтому кто не подписан, подписывайтесь, ссылки все в описании. Ну и сегодня я бы хотел рассмотреть тему общения с полицией. Это тот орган, с которым граждане сталкиваются больше всего на улицах, на дорогах, везде. Но многие до сих пор не знают своих прав и обязанностей полиции. Открыв закон о полиции, первое, что должен изучить гражданин и желательно выучить наизусть, это статью 5 Федерального закона о полиции. Желательно, чтобы это делали и полицейские, но пока руководству МВД на это наплевать. Хотя знание этой статьи могло бы существенно поднять уровень образованности и грамотности полицейских. Статья 5 Федерального закона о полиции звучит так. Соблюдение и уважение прав и свобод человека и гражданина. Часть 1. Полиция осуществляет свою деятельность на основе соблюдения и уважения прав и свобод человека и гражданина. Ну, так должно быть. На самом деле так, конечно, не происходит в России, но так должно быть. Просто для тех, кто не знал, что полиция у нас, оказывается, должна быть не бандитским органом, инструментом по отбиранию средств у граждан и избиению недовольных, а полиция должна осуществлять свою деятельность на основе соблюдения и уважения прав человека и гражданина. Часть 2. Деятельность полиции, ограничивающая права и свободы граждан, незамедлительно прекращается, если достигнута законная цель или выяснилось, что эта цель не может или не должна достигаться путем ограничения прав и свобод граждан. То есть, если полиции необходимо выполнить какую-то задачу по защите общества, предусмотренную федеральным законом о полиции, то в крайнем случае эта цель должна достигаться путем ограничения прав и свобод граждан. А если выясняется, что права граждан были все-таки ограничены, но это больше не требуется, либо это и не нужно было изначально, то всякое ограничение прав и свобод должно незамедлительно прекращаться. Третья часть данной статьи не менее важна. Сотруднику полиции запрещается прибегать к пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению. Сотрудник полиции обязан пресекать действия, которыми гражданину умышленно причиняются боль, физическое или нравственное страдание. Ну, то есть, нельзя пытать людей. Ну, вот, простые истины, но в законе о полиции это необходимо было отдельно прописать, несмотря на то, что это много раз прописано в Конвенции о правах человека, в Конституции России. Но в законе о полиции и для полицейских отдельно в пятой статье это тоже прописали. То есть, нельзя пытать людей, нельзя их бить дубинками просто так, нельзя, в общем, причинять насилие или боль и даже нравственное страдание. То есть, оскорбляться, обзываться, давить на вас, причинять какое-то психическое воздействие на вас оказывать, полицейские тоже права не имеют. И теперь четвертая часть. Очень важная, друзья мои, прям очень важная. Советую вам вот ее выучить прям наизусть на зубок. Потому что при обращении к вам, полицейские, вот как часто, когда люди встречают полицию, да, на улице подходит патруль или там инспектор ДПС останавливает. Или там при каких-то еще обстоятельствах вы встречаетесь с ними и они к вам обращаются. Они обязаны выполнить определенный перечень действий, чтобы вы четко понимали, кто перед вами, что им нужно и, ну, собственно, на кого, если что, жаловаться. Часть четвертая. Статья пятая Федерального закона о полиции. При обращении к гражданину сотрудник полиции обязан назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения. Вот так вот. Теперь я поясню подробнее, что конкретно должен назвать полицейский. Итак, должность. Должность, это, собственно, имеется в виду та должность, на которой он проходит служба. Бывает инспектор ДПС, инспектор ППС, полицейский водитель, участково-уполномочный полиции, там, следователь, дознаватель и так далее. Вот это его должность. Дальше идет звание. Звание это то специальное звание, которое он носит, то есть то, что у него на погонах. Те звездочки. Капитан, лейтенант, там, генерал и так далее. Затем фамилию. Ну, это, собственно, фамилия. Предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение. То есть служебное удостоверение он обязан предъявить вам в развернутом виде до полного ознакомления. Вы можете фиксировать любыми способами его данные в служебном удостоверении. Можете переписывать на благо. Или чего я вам очень рекомендую, это включать камеру еще до того, как полицейский к вам обратился. То есть еще когда гипотетически вы видите, что рядом полиция, и она может до вас докопаться. Включаете камеру и начинаете снимать, что у вас была видеосъемка с самого начала, как он подошел. Никогда, конечно, они не представляются и не выполняют все требования данной части, данной статьи. Но чтобы у вас была фиксация этого, чтобы вы потом могли написать жалобу, и его по этому видео могли привлечь дисциплинарной ответственности. Советую вам обращать внимание на имя, фамилию, должность, звание полицейского, также должность, где он работает, подразделение, где он проходит службу. И, соответственно, на даты изготовления и сроки годности данного полицейского и удостоверения его. Потому что очень часто бывает, что полицейские заступают, так сказать, на линию с просроченными документами, с просроченным служебным удостоверением, при этом никаких полномочий они не имеют уже. То есть если удостоверение просрочено, удостоверение удостоверяет его полномочия. То есть если срок годности удостоверения истек, то, соответственно, и он никак не может подтвердить вам свои полномочия. Поэтому необходимо ему об этом сообщить, вежливо попрощаться и сказать «до свидания, дружок мой». Итак, после этого полицейский обязан вам сообщить причину и цель обращения. Что такое причина и цель? Потому что полицейские вообще входят в какой-то бешеный ступор, когда их спрашивают причину и цель, чтобы он отдельно сказал причину и цель. То есть причина – это почему он к вам подошел. Например, молодой человек назвал свою фамилию, должность, звание, фамилию, предъявил по требованию служебного удостоверения. Я обращаюсь к вам, потому что вы распеваете в общественном месте. У нас нельзя распевать в общественном месте. Вот это причина. А цель будет, соответственно, вот я хочу вас там предупредить или пройдемте для того, чтобы составить на вас административный протокол и привлечь вас к административной ответственности. Например, цель такая. То есть у него это в голове четко должно быть понимание о том, что такое причина и что такое цель. То есть причина – это, грубо говоря, нарушение какое-то. Ну что у нас может быть причиной, да? Это какое-то нарушение, либо основание полагать, что человек находится в розыске. Что такое цель обращения? То есть цель какая может быть вообще? То есть цель, когда человек совершает какие-то противоправные действия, у полиции может быть пресечь противоправные действия. Либо же, когда там человек находится в розыске. Ну то есть должны быть четкие основания. То есть просто сказать, что человек находится в розыске, потому что я так думаю. Нельзя. Друзья, должна быть какая-то ориентировка, с которой полицейские обязаны знакомить гражданина, документально, то есть не просто на словах, а документально, это мы сейчас дальше пройдем по пунктам, тут в этой же статье это указано будет. Вот это все он вам должен сообщить, то есть не надо вам его спрашивать, вы не обязаны у него допытывать ничего, ни причину, ни цель и так далее, то есть как правило, ну все же общались с полицией по-любому, все знают, как они подходят, здравствуйте, что-то пробубнил, сержант Пупкин, ваши документы. Это неправильно, необходимо уже на этом моменте его пресечь и сказать, ну-ка стойте, а вы все пункты четвертой части пятой статьи федерального закона о полиции исполнили или нет? И как правило, они даже не знают, что это, хотя это в принципе основы, которые нужно знать, это то вот как соблюдаются и уважаются ваши права и свободы, как написано в названии этой статьи. С причиной и целью разобрались, все понятно. Дальше идет пункт 2 четвертой части пятой статьи федерального закона о полиции. В случае применения гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, разъяснить ему причину и основания для применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина. Это, соответственно, что он еще обязан сделать. То есть он должен разъяснить вам, если он вам сказал, что целью является ограничение ваших прав, ну вернее не может быть целью ограничения ваших прав, но если через ограничение ваших прав он хочет достигнуть цель, которая предусмотрена законом и полиции, то есть привлечь вас к административной ответственности, для этого вы можете быть временно ограничены в правах. Соответственно, он должен вам разъяснить, как, почему, на основании какого закона, на основании чего и так далее. То есть это он вам должен четко разъяснить сам. Вы не должны его спрашивать. То есть вот это четко. То есть он должен вам, как, знаете, в американских фильмах вы видите, вот полицейские тут же, когда арестовывают там человека, они разъясняют ему его права и обязанности. Вот так же это должно быть и тут. То есть никаких вопросов до разъяснения прав и обязанностей, в принципе, быть не должно, поскольку сначала человек должен знать о своих правах и обязанностях. Далее идет часть 5, статья 5 Федерального закона о полиции. Сотрудник полиции в случае обращения к нему гражданина обязан назвать свою должность, звание, фамилию, внимательно его выслушать, принять соответствующие меры в пределах своих полномочий, либо разъяснить, в чью компетенцию входит решение поставленного вопроса. Внимание! Полицейские очень часто, когда их просят представиться, то есть они не представляют, когда подходят, а когда просят представиться, я к вам не обращался. Что значит обращался, не обращался? Ты должен выполнить одни и те же действия, по большому счету, кроме предъявления удостоверения. То есть ты должен назвать свою должность, звание, фамилию. То есть вы подходите к полицейскому, например, обращаетесь к нему, полицейский, и он должен назвать участковый полномочный полиции сержант Шакалов, например. То есть в дальнейшем он вас обязан не просто там отшить, послать и так далее, он вас обязан внимательно выслушать, принять соответствующие меры. То есть если вы просите, помогите, помогите, вот за мной гонятся преступники. То есть не просто он должен там стоять и втыкать, как вас там режут ножом, а он должен принять меры. В пределах своих полномочий, конечно. Либо разъяснив чью компетенцию, входит решение поставленного вопроса. То есть если вы к нему просто там обращаетесь, грубо говоря, как пройти в библиотеку, да, То есть, по-моему, вам то же самое должен представиться, не просто отшить, а представиться, назвать фамилию, должное звание и внимательно выслушать, и, соответственно, разъяснить, в чью компетенцию входит решение поставленного вопроса. Соответственно, по их веновственному приказу 736 вы также можете подать заявление в устной форме, в том числе в устной форме, ему о преступлении, административном правонарушении или какое вы хотите, любое обращение. То есть, он обязан его принять, зарегистрировать в установленном порядке и, собственно, вам потом должны будут на него ответить, прислать ответ или пригласить для соответствующих каких-то процессуальных действий по этому заявлению, но об этом мы с вами поговорим в отдельном видео, я думаю. Дальше, часть 6, статья 5 Федерального закона о полиции, полученные в результате деятельности полиции, сведения о частной жизни гражданина не могут предоставляться кому бы то ни было без добровольного согласия гражданина, за исключением случаев предусмотрен федеральным законом. Ну, то есть, продавать персональные данные граждан нельзя, ай-яй-яй, полицейские. Весь Даркнет кишит, блин, этими объявлениями. Вон, Навальный как своих убийц вычислил. Тоже продали же свои менты, своих ФСБшников. Правда, не знаю там, кто кому свои, там, в шакале и стае особо не разобраться. Так, ну и вот, часть 7, статья 5 Федерального закона о полиции, тоже очень важная. Полиция обязана обеспечить каждому гражданину возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иного не установлено Федеральным законом. То есть, та самая ориентировочка, по которой вам полицейский говорит о вашей документе, надо установить вашу личность, потому что вы подходите по эту ориентировочку. Он не должен просто из головы взять вот эту ориентировку, там, представить себе, там, а может, он не так представил. А показать вам, вот, смотрите, действительно, вы похожи на вот этого человека, который находится в розыске. Это считается нормально. Но если, когда вам говорят просто так, это все сделайте, покажите документы, а давайте встанем в известную позу и проведем анальный досмотр. Ну, это как-то не очень законно и не очень обоснованно с точки зрения закона. Хотя менты делают и не такое. Мусора, вернее. Также это значит то, что если вы не знаете какие-то законы, то есть, если вот вас обменяют в какой-то статье кодексом сортимых правонарушений, а вы, ну, никогда не держали в руках этот кодекс, то есть, вы можете попросить этот кодекс, потребовать, чтобы вам предоставили этот кодекс в актуальной редакции. Он должен быть в каждом, собственно, территориальном подразделении дежурной части, вроде бы даже в каждом автомобиле. Ну, в общем, это их обязанность обеспечить вас литературой, теми нормативно-правовыми актами, на основании которых они ограничивают ваши права и свободу. Ну что, друзья, я надеюсь, что я разъяснил вам максимально простым языком пятую статью Федерального закона о полиции. Я буду продолжать делать такие коротенькие образовательные видео на те темы, которые чаще всего возникают у людей при общении с полицией. Но, тем не менее, если у вас возникают какие-либо вопросы, вы также можете задавать мне их в комментариях, и я постараюсь ответить на самые, собственно, актуальные из них. Спасибо вам большое, что смотрели это видео. Ставьте палец вверх, скиньте это видео своим друзьям, распространите, как говорит, среди жильцов вашего ЖЭКа, потому что это должен знать каждый. Подпишитесь на канал и поставьте колокольчик. Ну и боритесь за свои права. Россия будет свободной.